Про такую обстановку принято говорить, что она максимально приближена к боевой. Но на самом деле это правда лишь отчасти. У машины отсутствует стекла, она разбирается словно коробочка. Топлива тоже нет, а площадка ровная и просторная, на ней свободно можно развернуться. Задача таких соревнований не в том, чтобы создать брутальные условия, а в том, чтобы участники сумели продемонстрировать полный алгоритм действий во время ликвидации последствий ДТП. Например, первое, что нужно сделать, это зафиксировать автомобиль под порками и обесточить его, чтобы случайно не произошло возгорание. А людей из салона необходимо извлекать только при помощи специального спинального щита, в случае, если у пострадавшего травма позвоночника. Находясь в машине, ее сложно диагностировать. Раз, два, взяли! Лежи, ничего не трогай, ничего не делай. Все, все, куда дальше? Попробуй идем! Такое мероприятие – это обмен опытом различных подразделений и своего рода экзамен. Чтобы соревноваться было интереснее, судьи ввели фактор времени. Задание нужно выполнить как можно быстрее. Хотя в реальной обстановке скорость далеко не на первом месте. В первую очередь, понимаете, нужна безопасность пострадавшего, в первую очередь. Вообще идет оценка сначала обстановки – это спасатель обезопасивает себя, потом пострадавший, потом только работа. Поэтому эти все вещи, они работают. Я думаю, что скорость – это даже не важный, наверное. Больше это безопасность, качество работы, потому что от этого зависит жизнь. Это в реальной обстановке? Да. А здесь именно качество выполнения работы, потому что это соревновательный эффект, это все равно спорт, новый вид спорта. В соревнованиях принимают участие 10 команд. Три из них – пожарные подразделения. Огнеборцы тоже наделены спасательными функциями. За последние годы количество транспорта в регионе значительно выросло. Это отразилось на числе аварий. Зачастую пожарная часть оказывается гораздо ближе к месту ДТП, чем поисково-спасательный отряд. Время подъезда играет определяющую роль. В прошлом году в области произошло более тысячи ДТП с пострадавшими. Непосредственно подразделения Федеральной противопожарной службы в ликвидации ДТП участвовали порядка 800 раз. Все пожарные подразделения, пожарные автомобили обеспечены аварийно-сольным инструментом для ликвидации последствий дорожных транспортных происшествий. И не только. В соревнованиях впервые принимают участие курсанты Ивановской пожарно-спасательной академии. Задача им знакомая. В ВУЗе есть специальные тренажеры, на которых будущие спасатели готовились. Но в отличие от соперников, практического опыта у молодежи пока нет. За этим сюда и пришли. Оказалось, что на общий успех влияют даже, казалось бы, незначительные моменты. Если честно сказать, такой момент был, что я сменил краги, поменял их на новые, и они были просто еще не разношены. Ну, это уже как бы моя ошибка, но к этому надо тоже привыкать. Но думаю, то, что моя команда справилась неплохо. Ну, а также в дальнейшем будем работать над семестрными элементами, дорабатывать. Результат для будущих спасателей действительно неплохой. Команда Академии заняла на соревнованиях третье место. На втором расположилась сборная Ивановского аварийно-спасательного отряда. Победу одержали огнеборцы специализированной пожарно-спасательной части. Сергей Веселов, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Продолжение следует...